Всем привет! В последнее время все чаще меня спрашивают, какую я использую пряжу для машинного вязания, а также где я покупаю бобинную пряжу. И сейчас мы с Мишельком быстренько вам расскажем про это. Да, Мишелька? Ну, скажи, очень часто спрашивают. Но перед этим я должна похвалиться. Значит, вот у меня новый костюм. Я за эту недельку сшила себе из Кашкарсе новый костюм. И причем по той выкройке, именно брюки, по той выкройке, которым мы с вами вязали брюки зеленые. Не знаю, у меня что-то напал такой интерес к зеленому цвету. И он такой более яблочный, такой красивый, такой мне очень нравится, такой свеженький. Если вдруг кто-то будет сшить тоже брюки из Кашкарсе или из трикотажной ткани какой-то, я хочу дать один совет, ну или пару советов, что при шитье трикотажных изделий мы должны учитывать растяжимость полотна. И оно бывает разным. Например, как в моем случае я сшила из Кашкарсе, оно бывает разной плотности. Здесь у меня мягкое Кашкарсе, есть поплотнее. То Кашкарсе имеет достаточно высокую степень растяжимости. Если брать футер, там кулерку, то есть они там разные бывают, поэтому нужно учитывать. И вот эта выкройка, которую мы связали с вами по этой выкройке, широкие брюки, она подошла идеально для трикотажа того, что мы вязали на вязальной машине и для Кашкарсе вообще. Вот просто я еще хочу купить еще какую-нибудь другую ткань, тем более сейчас в моде. В этом году, в 2022 году, институт цвета понтона объявил главным цветом года Верри Берри. Это что-то фиолетовое, ну так приблизительно. Вы можете забыть в интернете, в гугле, посмотреть, что это за сочетание каких цветов. То есть это сочетание синего, красного, фиолетового, вот такое вот, то есть что-то фиолетовое. Вот, поэтому думаю, хотя я не скажу, что этот цвет прям мой или он как-то освежает, но надо что-то найти такое более светлое из вот представленных вот в этой теме, в этом цветовом луче, что-то для себя подобрать, которое подойдет мне именно по цветовой моей гамме. Вот, это такое небольшое отступление. А сегодня что будет в видео. Сегодня мы затронем пряжу, которую использую я при машинном вязании. Как раз у меня пришла пряжа новая, в бобинах. Это у меня и Озон, на Озоне я заказывала, и в Минске, где я живу, и еще в магазине Азбука вязания. Все ссылочки на все магазины я оставлю в описании. Так, вот расскажу про эту пряжу. Потом еще хочу рассказать про ту пряжу, которая меня очень разочаровала, которую я никогда больше не куплю, и вам советую вообще использовать в своих изделиях данную пряжу. Вот, приятного просмотра. Начать я хочу с того, что моим фаворитом уже на протяжении многих лет, фаворитом в пряже для вязания на вязальных машинах, является и остается слонимская пряжа. Я живу в Минске, в Беларуси, и вы, как многие, наверное, знаете, что слонимская пряжа – это нашего белорусского производителя. Но сейчас я буду очень сильно жаловаться. Меня это всегда расстраивало. И расстраивает то, что я не могу пойти в магазин какой-то фирменный или какой-то магазин, который от этого слонимского комбината, там, где будет большой выбор бобинной пряжи, выбрать свою пряжу, пойти домой, ну, то есть купить и пойти в веселое домой. Я такого сделать не могу. У нас проблемы. У нас практически нет в Беларуси, где можно купить бобинную пряжу нашего производителя. Вот это вот я, ну, уже который год я этого не понимаю. И вот это меня очень расстраивает, честно скажу, что мне приходится заказывать бобинную пряжу моего белорусского производителя с России. Ну, это, ну, конечно, ну, вообще не знаю, вот как это, какими словами это выразить, недовольство. Ну, в общем, вот такая история. Но пару интернет-магазинов, а также, ну, таких основных точек, то есть магазинов, которые работают, все-таки имеют бобинную пряжу у нас в Минске. Я знаю, что меня смотрят из Минска. Мне очень приятно тоже. Может, мы где-нибудь тут будем пересекаться. Вот, сейчас я расскажу, где можно приобрести в Минске. Можно по интернет-магазину или съездить и выбрать уже вживую, выбрать и купить бобинную пряжу. Значит, в Минске раньше я заказывала с одного сайта, но его я не буду указывать, потому что сейчас уже на протяжении нескольких лет они не привозят эту бобинную пряжу. Не знаю, почему. И оставился такой основной, в принципе, магазин, клубок Бай. Он находится на Немеге, на Немеге-3, на третьем этаже. Там есть, конечно, небольшой выбор в наличии бобинной пряжи, но что-то выбрать можно. Они постоянно как бы немножко подвозят эти бобинки, поэтому можно смотреть, обслеживать все это на их сайте. Тоже клубок Точка Бай. Клубок Бай. Вот. И в этом магазине я заказала, получается, вот что из последнего, вот буквально недели-две-три назад, две, наверное, вот я заказала вот эту бобинку. Это полушерстяная. Полушерстяная 30, ну как полушерстяная. 30% шерсти, 70% акрила. Это темный меланж беж. Очень красивый цвет для меня. И я заказала вот такой вот суровый. Он, конечно, такой вот непонятно молочный. Я думала, он будет светлее. Я заказала по интернет-макосину вот эту пряжу. Но тут именно полушерстяная. Тут 50% шерсти, 50% акрила. Идеальная просто пряжа. Сочетание качества и цены просто идеальное. Рекомендую всем, новичкам, не новичкам, покупать бобину, перематывать и вязать себе очень много красивых изделий. И дарить этому миру свою красоту. Вот. Так. Также хочу сказать еще по поводу слонимской пряжи, что вы очень много видели моих изделий из слонимской пряжи. И это уже не голословно. Вы видели, в каком состоянии они находятся после 10-летней носки. Поэтому смело рекомендую вам эту пряжу, так как она долговечна. Во-первых, она долговечна. Во-вторых, она держит форму. В-третьих, значит, она не образует катышки. Это очень важно. Дальше. Это что касается, где купить в Минске. Дальше я заказала с озона. Озон тоже везде есть. Я платила еще, заказывала с озона, я сейчас вам скажу, где-то в феврале месяце. Вот эту пряжу. Она мне очень понравилась за счет цвета. Я очень хотела этот цвет. Это не слоним. Это, я вам скажу сейчас, это семеновская российская пряжа. 34 дробь 2. Значит, состав хлопок 34, лен 33, вискоза 33. Это называется виллдж или крестьянка. Когда она пришла ко мне, я прямо такая думаю, блин, ну она такая тонкая. Если я... И тут конус пластмассовый. И тут конус пластмассовый. И думаю, если я не достану этот конус и буду сматывать по одной нити, я просто сойду с ума. И вообще, этот мир не увидит моего какого-то грандиозного шедевра. Вот. Поэтому я уже тут начала его ломать, пилить. Не знаю. Вот буду... Может быть, буду пробовать вот так вот стягивать. Ну, может, видели, вот так стягивают, Может быть, так. Но по одной нити я, конечно, не буду мотать. Еще что хочу сказать. Пряжа на ощупь вот сразу мне не сильно понравилась. Она такая шероховатая. Но производитель пишет, что после стирки она становится мягче. Мягче тоже она не скатывается за счет того, что есть вискоза. Там получается, что после ВТО становится мягче, не скатывается. И... А, и за счет того, что вискоза она уменьшает вот эта сминаемость такая. Ну, немятая становится. Я промотала немножко для образца вот такие вот клубочки. Уже отвязала. Вяжет она хорошо. Но, скорее всего, что когда я буду перематывать, я все-таки буду ее обрабатывать парафином. И вот, к слову, расскажу, как я это делаю. Я... Ну, у меня вот нет сейчас парафина. Я вам просто на примере покажу. Я беру, как будто бы это парафин. Это парафиновая свечка, да. Обычно я беру парафиновую свечку прозрачного цвета. И когда... Ну, вы понимаете, у меня моталка вот эта вот, да, идет. Я беру ниточку и вот так прокладываю вот пальчиком, держу. Вот так вот ниточка идет и парафином обрабатывается. Скорее всего, что я буду так это делать, потому что когда я вязала образец, за счет того, что она такая шероховатая, это пряжа, она путает нитки. То есть нитки вытягиваются неравномерно и идет вот тут вот где-то спутывание. Поэтому лучше предварительно ее обработать. Так, что я хочу сказать по поводу магазина, где я заказывала. Магазин называется на озоне. Магазин называется магазин пряжи на бобинах, номер один. Тоже рекомендую. Заказала я одну бобинку, привезли где-то через недельку он мне. Там очень большой выбор. Планирую оттуда заказать еще некоторые для пробы бобинные бобинки, пряжи, ну, уже другого состава. Вот. Поэтому рекомендую. Тоже ссылочку на этот магазин оставлю в описании. Дальше. Перейдем к тому, что я немножко приболела, но мне нужно записать это видео, потому что мне нужно двигаться дальше в наших творческих идеях. Поэтому вот так. И двигаемся дальше. Остались у меня вот эти две бобиночки. Сейчас расскажу про них. Это вот тот момент, тот момент, вот это вот, да, тот момент, который я не могу заказать в Беларуси слонимскую пряжу, а заказываю ее с Россией. Значит, это акрил белоснежный. У меня уже была такая бобинка, она, конечно, должна быть всегда, наверное, белый цвет. Что тут сказать? Акрил, отличный акрил в слонимской пряже. Тут, ну, тоже не могу ничего сказать. Возможно, он может в процессе носки у меня акриловые вещи, некоторые связанные с слонимской пряжей, скатывались. Ну, тут и стоимость такая. Акрил, он и есть акрил, так сказать. Вот. И вот эти две бобинки я заказала на сайте в магазине Азбука вязания. Рекомендую тоже этот магазин. Все было четко, слажено, как бы немножечко дольше, чем мне Сазона прислали, прислали вот эту бобинку. Но все нормально тоже. Я по поводу вот кто будет заказывать в Беларуси, не знаю, как платежная система. Все дело в том, что у меня была, ну не была, а моя дочка сейчас живет работать в Москве, и поэтому она проплачивала мне эту пряжу с ее карточки, ну с российской. Я с Беларусской не платила, поэтому я даже не знаю, как сейчас идет у них там платежная система. Возможно, может, сейчас у них там надо каким-то переводом или что, ну вот, не могу сказать. Ну, это все можно узнать, у них там есть и Вайбер, и Телеграм, и почта, и e-mail, то есть связь есть с этим магазином. Огромный выбор, огромнейший, просто самый, вот, скажем так, лучший выбор из всех магазинов, что я где-то видела, причем Слоневской пряжи. Это вообще, конечно, отдельная история по Слоневской пряже, я все время вспоминаю про это и не могу просто меня это немножко напрягает ситуация. Вот. По поводу, ну, Слоневский акрил, я думаю, многие, кто пробовал и знают. Значит, что тут по акрилу, это 32 дробь 2. Вот. Супер белый цвет. пряжа и вот эту покажу пряжу я буду первый раз ее использовать, вязать, пробовать, я уже связала, вы уже видели этот образец, но это какая-то нереальность, вот, вот, это вот какая-то просто нереальность, я не знаю, это ну, вот, моя любая, вот, вот, я не знаю, попробуйте, попробуйте ее заказать, и это значит у нас знаете какая пряжа так Мироглия Мироглия Хунар ну, я все оставлю в описании будет под видео значит 50% перенос 50% акрил тут 350 кстати метров 100 граммов и когда я уже заказала знаете по интернету по картинке как-то ну, не видно какая будет толщина нити но я заказала потом думаю блин 350 метров 100 граммов как-то толстовато но она такая тонкая но она очень приятная я наверное может быть что-то сейчас и первое из нее свяжу такая прям невесомая красивая а цвет ну, это просто цвет фламинго мой любимый мой любимый как я люблю вот поэтому 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 это будет у меня новинка этой пряжи я никогда не вязала ничего она не колючая я думала но потом все я потом расскажу в процессе уже гнозки этого изделия так это что касается по той пряже которую я рекомендую которую я использую при машинном вязании да можно ее использовать и при ручном вязании и рекомендую ее вам сейчас расскажу которая мне очень понравилась пряжа на моточках и перейдем к той пряже которую я вообще вам категорично не рекомендую использовать при вязании своих изделий так значит вот у меня как вы помните наши эти костюмы топ и свитер рукава первый самый свитер рукава я связала из пехорки из пехорки второй я это я дочке вязала второй я вязала из китайской пряжи аделия я покупала ее в леонардо помните я рассказывала это все дело и вот это вот китайская пряжа аделия мне она очень понравилась она значит вот это вот именно вот это какао цвет я брала мне нужно было был цвет и поэтому я взяла этот моток он был 410 метров 100 грамм и там шерсти было 75% сейчас скажу да 75% шерсти и 25% нейлон это джейк классик аделия вот именно вот этот цвет очень комфортная пряжа очень классная я ее рекомендую она конечно такая не дешевая но она на самом деле достойная пряжа китайская также я рекомендую вот этот акрил этой же фирмы не скатывается очень классно вяжется цветовая гамма тоже классная но это что касается моточной пряжи а сейчас мы плавно перейдем к той пряже которая по моему мнению она не хочу сказать отвратительная но не очень скажем так значит вот этот первый мой костюм который я вязала дочери она его не смогла носить потому что это связано из пихорки из пихорской зимней ангористой вот этого сейчас скажу как она называется ангористая ангорская теплая 60% акрила и 40% шерсти вот так да и почему она не смогла носить ее и просто отдала мне говорит на забирай мама спасибо не надо как говорится она очень колючая ну просто невероятно колючая я ну вот колкости пряжи очень ну спокойно отношусь то есть я могу терпеть но вот эту пряжу это невозможно терпеть но даже кто стойкий к колючести вот это вот к неудобству от колкости от пряжи кто стойкий но я не знаю вам не понравится а если на заказ то это вообще я боюсь что ваши клиенты будут недовольны она недорогая но она вот в этом плане отвратительная очень колючая не рекомендую и также не рекомендую я вот эту пряжу тоже пехорская детская объемная акрил тоже взяла для образца ну вот помните мы вязали с вами топ вот этот вот сколько я того этого топа поносила очень быстро буквально после первой стирки или после даже первой носки вот так вот я сходила все пошло на катышки заканчивается у меня уже объем памяти на телефоне поэтому буду заканчивать и свое видео надеюсь вам видео это понравилось вам было оно полезным подписывайтесь на нас ставьте лайки пишите комментарии и всем пока до встречи в следующем видео всем пока и задавайте нам вопросы с Мишель когда мы будем отвечать пока ну чего ты не телюешь меня